приветствую дорогие друзья коллеги напишите пожалуйста как меня видно как слышно кто подошел только сейчас вот пишут что нет сергея анатольевича нет троллей кстати кстати троллей нет не было так то и на дневном вебинаре но наверное мы такой вот очень жесткий вебинар провели прошлый то есть про виктора узловом мы поговорили я рассказал и показал ретроспективу и сравнение с нашими партнерами по второму по транспорту второго уровня это hyperloop и такой вот очень обширный вебинар появился но я могу сказать дорогие друзья что приближается то время когда тролли не то что не будет они будут становиться нашими инвесторами потому что когда все уже демонстрируется в движении и тут вообще не остается никаких аргументов чтобы задумываться то вдруг это нереально а вдруг это не едет если это уже едет то есть это противопротиворечие уже здравому смыслу абсолютно я могу сказать и таких людей нужно будет просто элементарно лечить я сергей антольевич всегда мотивирует на то чтобы не обращать внимание на таких троллей но естественно по не задевает иногда за живое несмотря на это мы стараемся не отвлекать внимание от главных тем вебинара в репортаже который вы сейчас увидели я очень рад был этому репортажу и действительно начинается движение sky фитнес то есть движение среди спортсменов я на словацкой конференции привел такое сравнение вообще вот какое массовое влияние на широкие слои населения оказывают люди каких каких сфер деятельности то есть это в первую очередь звезды то есть музыка кино во вторую очередь это политики и в третью очередь это спортсмены и очень радостно что к нам присоединяются действительно гиганты своей сферы чемпионы мир чемпионы мира вице чемпионы мира но я по фрейду оговариваюсь потому что адриан наверняка станет уже и чемпионом мира в этом году в бельгии постараемся максимально присутствовать на этом событии но не знаю как получится на самом деле и сейчас уже вот пожалуйста владислав гончаров то есть молодое дарование спортивный гений я бы сказал встретился с техническим гением с гением-изобретателем то есть это действительно встреча это очень логичная и правомерная и я хотел бы вам донести вообще вот глубокий смысл то который мы заложили направление движения которое в первую очередь инициировал сам антолий эдуардович юницкий и адриан донес лишь потребность ну и мы сергей анатольевич вместе с ним идею которая родилась вот буквально на второй словацкой конференции фойе адриан тогда дал отзыв вы я думаю все прекрасно знакомы с этим отзывом чуть попозже я в конце вебинара дам ссылку на этот отзыв с этого момента началась генерация идей по поводу направления sky фитнес я могу сказать что нас ожидает не знает до демонстрации в движении то есть 29 ноября либо чуть попозже но очень серьезный очень мощный ролик менее чем на минуту он задумывается как вирусное распространение видео то есть то технология на виде юне байка которую мы сделали можно сравнить действительно с человеческими частями тела больше ничего абсолютно не скажу и могу сказать что адриан покажет в этом ролике то что действительно реально в юне байки заниматься циклом упражнений на все группы мышц и как мы говорили позиционировали что можно действительно вот это вот второе место пассажирское переделать фактически в спортзал и с господин сенкевичем об этом общались он тогда спросил фразу кто эти люди и что они собираются снимать на что ответили этот это футурологи и потом уже такая вот живая дискуссия была от о том вообще вот насколько это интересно теоретически было бы инженерно внедрить но естественно покажет время покажет тренд покажет рынок покажет спрос но то что спрос будет на и не байки я думаю что абсолютно всем понятно и если в один прекрасный момент мы выставим как вот илон маск делает предпродажи еще до создания первых реальных партий новые модели тесла он устроил предпродажу предзаказы то огромное количество людей заказали я думаю что не меньше будет у нас заказов на и не байки даже с учетом того что струнные дороги еще нигде не построены то есть так скажем про запас потому что естественно этот теоретически может быть предзаказ на не на всю стоимость и не байка но это дорогие друзья футурология это пока что мечты но у нас многие мечты действительно в проекте становятся реальностью я хотел бы рассказать немножко о том что ожидает нас 29 ноября то о чем можно рассказывать без указания конкретики естественно без указания конкретных лиц но что найдутся умники которые полезут сразу в интернет начнут искать информацию об этих людях я могу сказать что 29 ноября будут присутствовать представители крупнейших наших управляющих компаний с различных стран то есть это канада это сша и это естественно австралия то есть это в управляющей компании первопроходец и недаром уникальные действительно права были даны на адресные проекты по инициации в австралии роду хуку его команде недаром управляющей компании skyway транспорт австралия входят уважаемые люди сенаторы и по праву род хук занимается инициация адресных проектов по территории всей австралии потому что он это начал естественно были до этого попытки и начала адресных проектов и по российской федерации и в в ирландии был было заключено даже соглашение в ирландии армад мурникс наш партнер коллега заключил его вот буквально недавнем времени 2 ноября было заключено также соглашение с челябинской областью и о том о чем гласит это соглашение я расскажу дорогие друзья чуть чуть попозже потому что это также серьезная веха и руслан усманович гатаров наверное не предполагает что мы ему будем предлагать что конкретно мы ему будем предлагать в общих словах опять же я расскажу вам чуть чуть попозже так вот работа с управляющей компанией по созданию управляющей компании в сша началась буквально когда мы еще сергей анатольевичем были skyway инвест групп и в это долгая проработка которая сейчас не принесла ни цента но потенциал который оценивается нами это очень серьезный потенциал ну который сравнить я могу разве что с проектами которые естественно сразу была завернута обложка youtube что skyway привлекает первые миллиарды но доля правды в этом есть теоретически потенциально в будущем да и франтишек договорился с арабами о том что они действительно будут посещать экотехнопарк у меня вот с подачи наших инвесторов произошла беседа с представителями также и африканских стран то есть также есть желание посетить экотехнопарк это уже даже не танзания и я могу сказать что контакт произошел благодаря обычной сети facebook как произошел контакт напомним людмила хьюса через обычный email это рассылка по контактам linkedin и рот хук откликнулся и этот человек просто когда он посмотрел презентацию которую евгений петров в наш руководитель информационного руководитель пресс-службы за у струнные технологии сделал и я думаю что всем она очень сильно нравится кстати рекордное количество просмотров без какой-либо рекламы это уже фактически 80 тысяч это наш рекорд по видео но я могу сказать что видео с адрианом вот то вирусное видео что-то мне подсказывает что она достигнет еще большего потенциала дорогие друзья и соответственно то что достигнуто было через год переговоров то что было проработано сквозь месяцы и сергей анатольевич как на работу ездил доносить информацию одному из в прошлом серьезных людей в нефтяной сфере мы обязательно познакомимся с этим человеком когда настанет время но это один из тех людей кто заработал миллиард терял миллиард и снова зарабатывал миллиард то есть вот примерно такого потенциала наши партнеры и не даром они имеют все лавры и все шансы на реализацию адресных проектов по сша если говорить про сша дорогие друзья то также могу сказать что неспроста возможно стал президентом дональд трамп то есть это также может сыграть на руку очень серьезно и очень сильно нашему проекту на потому что опять же есть у нас структуре человек который имеет выходы на ближайших представителей администрации предвыборного штаба дома дональда трампа естественно мы будем делать все максимальные попытки для того чтобы реализовать эти контакты и прорабатывать их максимально потому что донести есть что и дональд трамп в своих репортажах говорил что он планирует реализовывать проекта по строительству стены с мексикой а почему бы это не сделать струнным ограждением как вариант просто донести сравнить показатель к экономическую социальности образность и возможно по но так и будет так же как с киргизии наши партнеры будут доносить пограничным войскам концепцию струнного интеллектуального ограждения и я могу сказать что к чему приведут эти контакты которые опять же случайно у них оказались но случайности у нас проекте не бывает и я абсолютно привык то тому что действительно происходит чудеса чудеса однополитической арене на мировой арене потому что неспроста наверное анатолий эдуардович назвал наш проект вообще вот skyway то есть небесная дорога и то что президентом является сейчас дональд трамп я хотел бы также отметить его знаменитую фразу в свое время то есть у дональда трампа спрашивали вообще вот дональд что вы делали бы если вы лишились бы всего обанкротились бы и у вас была бы возможность что-то начать сначала он сказал такую вещь я бы нашел компанию которая через сетевое построение он не так сказал которая с помощью многоуровневой системы малым компанию нашел бы самую перспективную стал там лидером и стал бы развивать а каким вообще вариантом на сегодняшний день наилучшим с применением реальной технологии созданием реальных адресных проектов через сетевое построение корпорации которые в будущем еще даже будут дублицировать повторять и использовать это ноу-хау можно сравнить проект skyway и возможно когда-то настанет время что так же как с русланом усмановичем гатаровым невозможно было предположить что дат 2 ноября это свершится и будет заключено соглашение которое прорабатывалось более года также мы будем сидеть за столом с дональдом трампом то есть а skyway действительно все возможно этому доказательства те истории которые происходили вот буквально на моих глазах с саши мосиным с франтишеком соларом под это вообще как бы человек из традиционного бизнеса с инин сын этой анжены то есть это вот тоже член совета правления и выходец из банковской сферы также ирина волкова выходец из банковской сферы что касается сергей антальевича это вообще как бы чиновник с большим стажем и приглашали я знаю точно сергей антальевича в 2015 году на пост даже министра в российской федерации он отказался и ну а по определенного определенного направления я не буду говорить какого направления спросив вообще если у вас программа что что мы будем делать на что мы будем опираться естественно программу нужно было создать и на тот момент о skyway никто не желал слышать но сейчас постепенно я могу сказать с челябинской губернии неспроста называя губернии мне очень понравилось как анатолий эдуардович сказал что это первое в новейшей истории развития skyway губерния которая действительно серьезно обратила внимание на проект skyway и мы не просто подписали институционное соглашение мы обсудили два проекта первый это соответственно проекта между двумя небольшими городами с остановкой на туристической зоне то есть это серьезные европейского уровня горнолыжный комплекс и вообще один из одной из стратегии из направлений урала всего и челябинской области является увеличение и создание туристических кластеров и увеличение туристического потенциала созданию туристических кластеров соответственно с технологии skyway непосредственно с юни байками непосредственно с юнибусами мы это можем реализовать если говорить про то что мы будем вообще реализовывать в челябинске я хотел бы остановиться не то что реализовывать не имею права говорить реализовывать я скажу что мы реализовали когда мы действительно начнем реализовывать но я могу сказать что проект челябинск екатеринбург на сегодняшний день в россии нет вообще высокоскоростных дорог и так же как в 19 веке из санкт-петербурга в царское село а потом из санкт-петербурга в москву была построена первая железная дорога возможно челябинск екатеринбург будет первая высокоскоростная дорога но это дорогие друзья это будет не просто высокоскоростная дорога во первых это будет готовая инфраструктура то есть как я говорил на водном технико-экономическом вебинаре это будет единая транспортная энергетическая коммуникационная информационная сеть транснет и соответственно туда куда придет инфраструктура на уральском регионе именно skyway сети появится все блага цивилизации которые на сегодняшний день мы можем представить дорогие друзья это действительно реальность и кто не понаслышке знает эту трассу челябинск екатеринбург я могу сказать что это это такая трасса которая позволяет чуть-чуть снизить скорость когда хочется разогнаться планирует делать платную дорогу но что-то мне подсказывает что будут больше пользоваться не автомобильным транспортом а транспортом skyway более того я за себя могу сказать что я с удовольствием на выходные отправился бы на екатеринбург либо в кафе какое-то либо в кино не в челябинск просто так потому что есть транспортная доступность есть комфортное эффективное перемещение я отправился бы в екатеринбург и провел там целые выходные со своей любимой женой и на тот момент я думаю что уже многие мои друзья которые знают что я занимаюсь проектом skyway не будут пользоваться транспортом но не являясь инвесторами как ни парадоксально многие друзья действительно ждут до последнего чего-то просят провести закрытые презентации но естественно из-за недостатка времени я их не провожу так вот руслану усманович гатару мы будем также показывать концепцию вообще линейного города то есть есть определенные задатки модели финансирования на этот проект мы будем сравнивать с пятью различными технологиями но я не буду называть страны и действительно наша технология имеет все шансы выиграть этот небольшой тендер небольшой естественно я говорю в переносном значении небольшой в плане всех адресных проектов но для россии для челябинской области для нас для россиян для русскоговорящих я думаю что на этом вебинаре в основном русскоговорящие это очень серьезная веха и очень серьезная заслуга всей команды которая работала над адресным проектом это и чита баклуниных то есть семья блок баклуниных которые с которыми мы ходили на различные совещания готовили различные документы представителям совершенно различным не губернатору не вице губернатору то есть действительно пробивались я ощутил на себе весь этот путь не умея не зная я не инфраструктурный специалист как род хук то есть все приходилось изучать но сейчас есть конкретные связи с проектировщиками которые реализовывали у нас ряд гостиничных комплексов которые реализовывают также и нашумевший наболевший томинский блок также по строительству по проектированию и так далее то есть имеет опыт и когда будет поддержка администрации то мы покажем на сравнительные характеристики и мы представим наш проект мы представим нашу окупаемость а какое будет решение соответственно это уже будет судьба распределить судьба развития проекта skyway ну и судьба не побоюсь этого слова развития всей россии для меня это будет определенным триггером потому что когда будет очевидно что технология skyway более эффективная более дешевая более безопасная более комфортная продолжать можно долго и она не будет выбрана то что-то здесь не так и что-то нужно предпринимать и я искренне надеюсь что этого не произойдет дорогие друзья истина как как патриот как патриот челябинска как патриот российской федерации я верю что россия проснется россия проснется и заявит о себе с проектом skyway 10 11 декабря и все вы в личных кабинетах можете увидеть мы еще не раз проанонсируем эту дату в санкт-петербурге будет форум посвященные вообще вот этому событию и мы сейчас готовим цепи дальше подписания инициационных соглашений многие пишут кириллу бадулину и дорогие друзья я рекомендую не отвлекать кирилла бадулина подвлекайте лучше меня мы будет мы будем с вами пообщаться отвлекайте лучше сергей анатольевича и если действительно есть выходы если действительно есть понимание каким образом прийти к подписанию соглашения я могу сказать что до подписания соглашения не так далеко в самарской области это естественно так как были вице-мэры и другие представители на выставке и на транс екатеринбург аркадий берегов пробивает почву там очень мощно и логично чтобы екатеринбург подписал соглашение так как это вторая сторона институционного соглашения по челябинск екатеринбург это также казань там работают у нас лидеры красноярск была создана даже такая модель управляющей компании но если на это не skyway транспорт австралии но есть там также лидеры активисты которые могут это сделать так давайте это просто сделаем дорогие друзья потому что начало положено и как я говорил любой может стать каждым в бизнесе skyway действительно открыты двери каждому кто действительно себе чувствует силы и может взять на себя ответственность что он будет тратить время что он будет инвестировать какие-то затраты потому что ну чтобы пообщаться с проектировщиком могу честно сказать что определенную сумму из своего кармана я им выложил потому что одну просто по другому нельзя эти люди проделали определенную работу то есть они доносили проект который так и не успел родиться это проект поехали все о нем помнят кто у нас присутствовал на вебинарах но он не появится потому что окупаемость там достаточно большая но зато сейчас произошло то что произошло 2 ноября так как нашу команду тот кто уже представлял технологию skyway в челябинской области знает и вот присоединился замечательный человек также молодой специалист очень перспективный талантливый молодой человек отец целого семейства александр олегович шепилов с которыми мы непосредственно вот я нахожусь на связи и это как раз таки человек который отвечает за все процессы по ускорению получения данных по адресным проектом мы реально планируем делать техническую документацию не то что прехпроектная работа вначале это будет аван проект но так может получиться что это будет действительно уже реальный проект реальная техническая документация точнее техническая документация у нас всегда реальная зао струнные технологии стоит отдать должное кириллу бадулину которые очень много времени тратит на те проекты которые потенциально могут выстрелить я могу сказать что в отделе адресных проектов как вы думаете сколько людей работают и они такой шквал обрабатывают информации кирилл его помощница еще сейчас планируется немножко расширения это я могу сказать примерно в такой же логике что то что делают современных корпорациях тысячи людей нас делают чуть более 200 людей я искренне надеюсь дорогие друзья вот так же остановлюсь на сегодняшнем вебинаре то что пишут а hyperloop потому что меня эта тема не оставляет в покое ни в коем случае я слежу за их инстаграмом твиттером и так далее и очень мощный пиар формируется очень большие средства расходуется опять же наше счастье что президентом стал дональд трамп не хиллари клинтон потому что как раз таки hyperloop финансируется по большей части вот той стороной сейчас опять же наша удача улыбнулась нам снова и небесная дорога озаряется потому что виден виден конечный результат а конечный результат это уже первый технологический прогон 29 ноября так вот вернемся дорогие друзья к тому что будет представлено 29 ноября какие будут представители я рассказал от сша я не буду называть имя этого человека но это один из немногих людей кто всерьез заинтересовался в числе первых так такого рода олигархов не побоюсь этого слова как и русских так и иностранных на как этот человек работает на международном рынке и увидел потенциал технологии skyway и сейчас этот потенциал и расширяется еще больше то есть этот человек будет присутствовать 29 ноября а также ранее возможно он появится вторая управляющая компания это управляющая компания с канады то есть эти люди наблюдают за проектом уже более десяти лет и искренне ждали когда же уже реализуется сейчас я могу сказать они с таким рвением начинают ускорять процессы по развитию предсоглашение по адресным проектам по установлению различных связей партнеров что действительно их рвению остается только не то чтобы позавидовать но следовать их примеру по развитию адресных проектов это что касается управляющей команды компании в канаде и родхук приедет уже не один не со своим ассистентом а уже со специалистами с топ-менеджерами компания аурикон с тем человеком кто решает в том числе быть проектом в австралии или не быть то есть он также убедиться в работоспособности технологии skyway и естественно будет ряд инвесторов которые как вот мы и говорили потенциально от миллиона долларов могут инвестировать то есть это будет закрытая абсолютно простая не фешенебельная я повторюсь и всегда буду это повторять потому что меня это действительно поразило насколько неадекватно насколько нерационально расходуется топ-менеджментом hyperloop средства и зачем проводить презентацию когда еще не не представлена технология вообще вот в реальном действии на 123 этаже бурж халифы представьте себе сколько это стоит даже если это не большая комнатушка мы же будем проводить на нашем экотехнопарке если кому-то не хватит места тот же сергей антольевич сибиряков если не хватит места в том домике то он подождет на улице потому что действительно как бы в этом домике должны быть те люди которые в первую очередь должны слышать эту презентацию должны слышать эту информацию это не какая-то это фешенебельная опять же вилла но я могу сказать что этот дом для гостей также будет иметь ряд своих ноу-хау ряд своих преимуществ которые в дальнейшем будут реализовываться также в направлении испытаний уже технологии кластера линейного города и это дорогие друзья нас также ожидает но пока что мы об этом не будем говорить но это как декларировал антолий эдуардович юницкий также планируется и собственно вот после 29 ноября я могу сказать дорогие друзья что изменится очень многое и те люди которые сегодня ожидают у меня такие люди есть директора заводов которым я намеренно обращаюсь в тот момент именно перед демонстрацией потому что один вариант входа и не факт что они поверили бы допустим на предыдущих этапах естественно меня подбивало и прорабатывать эти контакты на том этапе когда в сентябре 2015 мы продемонстрировали модель один к десяти но стоит рационально мыслить и дождаться все таки для тех кто сомневается двадцать девятого ноября ну а потом презентация нашей технологии презентация возможностей skyway они сократятся уже до демонстрации того что было и того что стало они сократятся более того я вам скажу до просто видео видео генерального технологического технического прогона и это будет максимально очевидно и вот вы заметили что даже на вебинарах тролли не становится мы дорогие друзья тролли вас ждем очень по вам соскучились приходите становитесь нашими инвесторами но дорогие друзья действительно страждущих нам мешать становится все меньше и меньше потому что мы доказываем очевидность мы доказываем действительно реально действующие технологии мы не просто доказываем мы показываем на реальном примере и И можно сравнивать с самолетом братьев Райт, но это далеко не самолет братьев Райт. Это машина мирового образца, которая, да, естественно, не стоит ожидать, что вот сразу и будут те люди, которые будут говорить, ну, поехало 30 км в час, пускай 40 км в час, но они же говорили 150 км в час. Дорогие друзья, это испытание. Сегодня 30 км в час, завтра 40, послезавтра будет 60, через неделю 150. Это испытание, это наука и это инженерия. Ничего просто так абсолютно не бывает. И более того, то, что сейчас планируют реализовывать Hyperloop, то, что они стараются построить, я вам сброшу сейчас статью, ознакомитесь, почитайте с этим пиар-пшиком, то, что Hyperloop, оказывается, планируют начинать строить трассу в Лас-Вегасе. То есть то они в Дубае строят, то они в Лас-Вегасе. Вы уж определитесь, где будет пилотный проект, потому что средств, скорее всего, не хватит. Дорогие друзья, искренне желаем им успеха, но невозможно, не отработав определенные этапы технологии, а в нашем случае это высокоскоростная технология. А более того, к высокоскоростной технологии мы подойдем только после демонстрации легкой городской пассажирской трассы. И у нас расписано все по ступеням. Антолий Эдуардович все предусмотрел. А если у них есть архитектурное строительное бюро, которое делает дизайн, И я тоже вот, Сергей Анатольевич, скопировал сегодня фразу интересную. Я вам также сейчас ее скопирую. Вообще вот ничего не напоминает, то есть вот практикующая футурология, то, что мы обсуждаем на наших вебинарах, а может слушают наши вебинары вообще. Естественно, я могу льстить нашим вебинарам, но я был удивлен и не удивлен, когда мне сказали, что компании, конкурирующие в определенных странах, слушают вебинары, чтобы узнать, соответственно, кто конкурирует еще. Поэтому, дорогие друзья, наши вебинары в записи, я не имею в виду вебинары по средам, я имею в виду новости, я имею в виду все репортажи, очень тщательно отслеживают. И да, нас сейчас не пишет хай-тек, да, нас сейчас не пишет, ну я говорю про русские такие издания, высокотехнологичные, инновационные, ноу-хау, но почему-то пишут об решениях, как путь в никуда, мы считаем. То есть это беспилотные фуры. То есть беспилотные фуры можно сравнить, как, я не знаю, лошадиная повозка с каким-то двигателем, чтобы также перемещала повозку лошадь и лежал просто двигатель. То есть это вот я могу сравнить примерно беспилотные фуры. Мы говорим про концепцию, что фуры будут вообще полностью убраны, и есть на это решение, это грузовой транспорт, это грузовое направление, и именно грузовой транспорт, дорогие друзья, сформирует концепцию, что мы, как сегодня, пользуемся мобильной связью, скайпом, вайбером. И, кстати, вот тоже нюанс с представителем Африки, я пообщался по WhatsApp, я пообщался не по скайпу даже, потому что у них нет скайпа, по WhatsApp бесплатно, не тратя с его стороны, со своей стороны на международные переговоры. И мы пошутили, я как бы обрисовал, что примерно концепция перемещения будет, как вот мы с вами общаемся по WhatsApp, то есть она будет бесплатной. Он спросил, а за счет чего прибыль будет? Я говорю, ну за счет грузового направления, за счет дополнительной, вновь созданной, которая сейчас не существует, сферы услуг второго уровня, то есть это будут и совершенно инновационные рекламные решения, это и будут совершенно инновационные девелоперские проекты, это будут совершенно иные сферы, которых не существует, то, что уже если говорить про фоторологию, вы закажете еду, вам не нужно будет ехать в ресторан, вы либо едете в станцию по пути вашего следования, причем закладываете маршрут на мобильном приложении, либо еда просто въезжает вам в ваш юнибус, либо в ваш вообще персональный юнибус. То есть если мы говорим, насколько большой потенциал будет нести в себе юнибайк, то, что это будет и спортивное направление, экскурсионное направление, и естественно sky fitness, естественно это будет велосипед 21 века и так далее и тому подобное, а что будет себя вмещать, кстати про юнибайк мы основные моменты не раскрывали, еще придет время, дорогие друзья, обязательно узнаете, но все направления, которые на сегодняшний день включает мир интернет вещей, современная инфраструктура пятого технологического уклада, что-то мне подсказывает, что юнибайк это все втянет, потому что это будет единое мобильное персональное пространство. Также будет помимо персонального пространства паблик пространства, то есть это будет уже общественное пространство, которое также может являться и персональным. Сергей Анатольевич всегда мечтал о джакузи, но сейчас он не мечтает о джакузи, а мечтает о тренажере внутри юнибайка. И дорогие друзья, я могу сказать, что сегодня, допустим, в спортзале я специально встаю очень рано, чтобы у меня была возможность 20-30 минут побегать на беговой дорожке. То есть 20-30 минут – это действительно большой промежуток времени. В нашей сфере можно провести различные переговоры и различные встречи. Так вот, я с удовольствием перемещался бы лучше на определенную встречу, на очередную встречу. Не крутил, крутил бы педали, вырабатывал электроэнергию, и еще больше вырабатывал бы электроэнергию, если бы я запитывал аккумулятор с помощью упражнений на все группы мышц. Тогда я могу сказать и про направление Sky Fitness обязательно в конце вебинара вы увидите ролик, репортаж, в котором мы расскажем и Адриан Кармоц, вице-чемпион мира по натуральному бодибилдингу, покажет концепцию Sky Fitness и как действительно в юнибайке можно будет заниматься спортивными упражнениями на все группы мышц. То есть это та сфера, которая полностью изменит нашу жизнь. И вот эти вот действительно потенциальные, как стратегический инвестор, вот, кстати, один из учредителей управляющих компаний в США, он является нашим потенциальным стратегическим инвестором. И, естественно, дорогие друзья, представьте себе на его месте, что вы обладаете миллиардом долларов, например, и распрощаетесь ли вы быстро с сотни миллионов долларов, либо с 50 миллионами долларов. Естественно, будет аудит, естественно, будет ожидание демонстрации, естественно, будет долгосрочный процесс. То есть это крупная корпоративная сделка, я бы сказал, крупнейшая корпоративная сделка. Это также войдет в историю вообще современных инноваций, индустрии, технологий. И всему свое время, дорогие друзья. Да, мы общаемся непосредственно, Сергей Анатольевич общается, я общаюсь, я вот как минимум уже с 20 ребятами пообщался, у которых заканчивается весь бизнес на том, что они просят, во-первых, приехать в их регион, заключить сделку, и нужно там страховку оформить. То есть это 10-20 тысяч долларов, и, соответственно, это и есть их бизнес. Сейчас мы таких людей начинаем вычислять уже на начальной стадии разговора. И если у вас есть по конкретике, дорогие друзья, дамы и господа, общение, то я обязательно вам дам сейчас контакты. Мои, Сергей Анатольевич, обязательно обращайтесь к другим представителям и членам Совета правления, к которым вы считаете нужным обратиться. Но так как мы здесь спикеры, то мы дадим свои контакты. Действительно большое количество людей пишет, и некоторые предложения сразу отсеиваем, потому что это как раз попадает под стадию. До некоторых предложений еще руки не дошли, потому что, естественно, это такой ступенчатый процесс, но готовы помогать и максимально готовы помогать, я бы сказал. Вот один из контактов я вам привел по Африке, я не буду говорить конкретные страны. Неизвестно, к чему это приведет, но это кажется, что действительно живой контакт. Это знаете, как сеять золото, старатели делают свой бизнес, либо огранка от алмаза, чтобы получился бриллиант. Вот таким образом контакты вот эти и просеиваются, и действительно отшлифовываются. Но, дорогие друзья, это тот потенциал, который схема краудинвестинга в себе несет. И стоит отдать должное Анатолию Эдуардовичу Ницкому, что он в 2013 году заложил фундамент возможностей для каждого человека, живущего на сегодня на планете Земля, возможностей SkyWay. Знаете, есть такая пирамида масла, пирамида потребностей. Я хотел бы вам рассказать пирамиду возможностей SkyWay. Так вот, в 2013 году представьте основание, фундамент это краудинвестинг. То есть это те, кто инвестировали от 50 долларов, просто поверив в технологии. Я думаю, что все помнят, кто присутствовал в гостинице университетской, что это абсолютно такая недорогая гостиница, но информация там стоила миллионы долларов. Часто кричали на подобных мероприятиях, что да, информация на миллионы долларов, будь там, все будет классно. Но там действительно, дорогие друзья, я могу сказать, что информация была не просто для меня на миллионы долларов, она была на миллиарды долларов. И она была не на миллиарды долларов только для меня, а для многих людей, которые сейчас входят в проект SkyWay. Тогда был заложен фундамент, основание нашей пирамиды возможностей SkyWay. Я не побоюсь этого слова, пирамида сравнивает эту устойчивую фигуру с различными хайпами, с различными интернет-проектами. Мы к такому не относимся. Я искренне надеюсь, что сейчас мы доказываем делом. И даже тот факт, что у нас троллей очень мало присутствует, даже вот сегодня не порадовали своим присутствием господа тролли. Действительно, мы становимся максимально и максимально доказательными, максимально испепеляющими всякие сомнения. И, соответственно, максимальное количество людей начинает присоединяться к проекту SkyWay. Вот это основание. От 50 до 1000 долларов я позиционирую. Вот это первичное основание. С этого всего началось. И первая моя инвестиция, могу сказать, что это была относительно небольшая инвестиция. То есть это несколько тысяч долларов. Мог бы инвестировать больше, но были сомнения, были риски. И были сомнения, дорогие друзья. Я честно признаюсь, что мы достигнем тех результатов, которые сейчас мы имеем. Сейчас я могу сказать, на такой стадии, на которой присоединяются все к проекту SkyWay, это сладостная стадия. Естественно, риски имеются. Естественно, у нас продолжает оставаться венчурный проект. Но это совершенно другая стадия, дорогие друзья, чем мы имели ее в 2013 году. И, соответственно, следующий элемент строения нашей пирамиды возможностей, я могу назвать уже сетевое построение корпорации, которое началось вот с этого фундамента от 50 до 1000, максимум 2000 долларов. Это уже инвестиции от 1000-2000 долларов до 5-10 тысяч долларов. То есть это сетевое построение корпорации. И после того, как была запущена партнерская программа, после того, как была запущена схема краудинвестинга, дорогие друзья, я могу сказать, что мы вышли на те объемы. Почему я говорю мы? Потому что я могу и не имею право это утверждать, так как я развивал в RSV тогда структуры. Часть сдублицировалась в капитале, часть сейчас развивается также в RSV. Очень сложно было доносить информацию, но мы вышли на объемы, на которые в самом начале, к примеру, SkyWay Invest Group не мог выйти. Представьте, когда все это начиналось только на идее. А сейчас не только идеи, сейчас конкретная реализация. Насколько проще начинает нам казаться, и действительно, насколько проще не просто казаться, мы понимаем, что намного проще сейчас реализовывать проект SkyWay. Это я называю модель сетевого построения корпорации. Обязательно нарисую эту картинку, чтобы визуально было видно. И, кстати, в Словакии на следующей конференции обязательно эту модель представлю. И третий этаж. Третий этаж – это у нас уже возможность привлечения крупных и крупнейших инвестиций. Это то, что было закрыто в 2013 году. Сергей Анатольевич, естественно, как гуру привлечения инвестиций и обработки контактов в проекте SkyWay, тот, кто, извините, познакомился с Лебедем Александром Ивановичем, он умудрился привлечь на первой конференции для крупных инвесторов, которая прошла в Минске. Напомните мне, пожалуйста, дату. Я тогда в первый раз пожал руку Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Помню это ощущение, когда у меня рука просто вспотела. Она начала однорожать, потому что я даже не испытывал до того момента такого ощущения. И я не был знаком со Стивом Джобсом, с Билл Гейтсом. То есть с масштабом личности такого уровня я просто не был знаком. Я не ожидал, что такая реакция произойдет. Но это для меня сказала по многому, что действительно я нахожусь в нужное время, в нужном проекте с нужными людьми. На тот момент была совершена крупная инвестиция. То есть это один из партнеров с Сергеем Анатольевичем. И на сотни тысяч долларов, ну чуть больше 100 тысяч долларов была совершена инвестиция. По тому дисконту я могу сказать, что это было великолепное решение. И более того, я могу сказать, этот человек сомневался на определенных стадиях. Но сейчас он регулярно следит за новостями. И, кстати, он будет в качестве людей, которые будут присутствовать 29 ноября, я думаю, что он будет инвестировать еще, продолжать еще. И также рассказывать тем людям, которым он посчитает нужным рассказать. И верхняя ступень, которая была невозможна ни в 2013, ни в 2014, ни даже в 2015, а только в середине начались первые потуги, первые шаги, буквально на коленях мы ползали. Это адресные проекты, инициация адресных проектов. И, соответственно, это совершенно иной бизнес. Это грандиозный, масштабнейший бизнес, который я могу сравнить только с закладкой схемы развития провайдерских сетей, когда только начал развиваться интернет в 90-х годах. И есть тоже у меня определенный контакт в Челябинске, но человек, которого я хочу выйти, он является, несмотря на то, что по Челябинской области развил провайдерскую сеть, является одним из крупнейших сетей в интернете, он начал этим заниматься в 90-е годы. Когда многие вообще сомневались, а будет ли вообще интернет? Интернета не будет, это дорого. И кто захочет интернет вообще? А Wi-Fi вообще речи не было. И тогда эти люди задумывались. Вот подобные люди и задумываются на сегодняшний день об адресных проектах. Это такая вот почти верхняя ступень развития возможностей в проекте Skyway. И, естественно, следующая уже ступень – это управляющая компания. То есть это, как говорится, высшая ступень, с которой сразу начал Родхук. Он начал не с высшей ступени. Я честно признаюсь, то есть Родхук инвестировал определенные средства в компанию, свои личные и, я думаю, когда-нибудь мы узнаем, какая была сумма инвестиций, которую Родхук совершил. Он также изучал проект, он также понимал риски, но потом он сразу перешел на шестую ступень. Дорогие друзья, представьте, что сейчас те предприниматели… Вот многие меня спрашивают, каким образом общаться с предпринимателями, каким образом общаться с депутатами. И вот недавно Илье рассказал своему партнеру с первой линии, которого я тренирую, так скажем, для меня очень интересно. И я очень рад, что очень активный парень, 18-летний, общается с дочками депутатов не для выстраивания каких-то отношений, а для того, чтобы наладить контакты с самими депутатами, общается с предпринимателями. Парню 18 лет, дорогие друзья. И я ему сказал, что Илья сейчас вот к этим людям может заходить как раз-таки с шестой ступени. То есть, если они хотят быть в регионах в качестве соучредителей управляющих компаний, то есть определенные шаги. Им нужны контакты лоббирующие, чтобы организовывать связь с властью. Инфраструктурные также деятели, которые могут и в прошлом реализовывали хотя бы строительство моста, хотя бы строительство какой-то недвижимости, специалисты по проектированию, какие-то подрядные организации, которые теоретически могут понадобиться по тем работам, которые не будет выполнять головная компания. И, естественно, пиар, маркетинг-одел. То есть, это составляющая управляющей компании, которая не будет состоять вообще в качестве учредителей из большого количества людей, я не знаю, открою вам секрет или нет, но сложнейший проект по строительству высокоскоростной дороги в Искогорье, Китая реализовывали менее 10 людей и чуть больше 5 людей, а строили эту дорогу тысячи людей. Вот это вот топ-менеджмент. И я сказал Илье, что задавай им просто вопрос, хотели бы они иметь возможность сформировать такой пласт серьезнейшего бизнеса. Многие на сегодняшний день, в сегодняшних ситуациях, действительно верят в том, что их бизнес не утонет. Я могу сказать о своем бизнесе, дорогие друзья, когда санкции ударили, тогда вообще сразу просто обрубили рынок переводов на иностранные государства. То есть остался русский рынок, который, так скажем, как оптовая продажа, то есть помалу, но нужно много заказов, соответственно, много трудозатрат. Слава богу, тогда встретился проект Skyway, потому что я могу сказать, что мои перспективы и мои амбиции сейчас вылились бы в какие-то другие направления и обязательно запараллелил бы с своим бизнесом. Сейчас он работает на полуавтомате, я его, естественно, подморозил, потому что я ценю и понимаю возможность, которая действительно бывает раз в сто лет. И я могу сказать открыто, что Сергей Анатольевич отказался от поста министра, а я заморозил свой бизнес, потому что я верю в развитие проекта Skyway. Я вижу, как мы достигаем результатов. Поэтому я на такой риск, на жертву определенную пошел. О других жертвах, естественно, каждый подумает сам. Из активистов, кто отнесет, таких историй может быть масса. И действительно, я неустанно буду повторять такую фразу, что любой может стать каждым в проекте Skyway. И пусть говорят, что там, допустим, у тебя уже мозги на бикрине с своим проектом Skyway, но когда они будут иметь возможность подумать, что ведь была эта возможность, и сейчас я даже не передаю за проезд, потому что за проезд не нужно будет оплачивать, это все будет происходить удаленно, может быть, даже будет подписка, как в Скайпе, и человек будет задумываться, сидя возле туалета, а почему я сижу на этом месте, а не заинтересовался возможностью, которая когда-то была. Вот сейчас такой этап, дорогие друзья, что после 29 ноября я действительно вижу просто, вижу просто это ближайшее будущее, что сейчас мы развиваемся в гипергеометрической прогрессии, тогда просто полетит. И, как говорится, такая вот фраза часто встречалась в проектах различных, которые я развивал с 2011 года, интернет-проекты. И, дорогие друзья, мы взлетаем, и те, кто не верил, держитесь, мы действительно летим ввысь. Вот эта стадия, дорогие друзья, наступает. И я рекомендую вам собрать лист контактов, я очевидные вещи скажу. Просто обзвоните их и скажите, что 29 ноября произойдет то, о чем я имею тебе право рассказать, потому что я тебя просто знаю. Потому что это возможность, которая бывает раз в 100 лет. И после 29, 30, в начальных числах декабря, в январе напомните ему об этом. Просто введите его в телеграм-чат. Дорогие друзья, у кого есть под рукой телеграм-чат, пожалуйста, скиньте ссылку, потому что я не могу быть тамадой на этом празднике вебинара. И сейчас я, к сожалению, ссылку на телеграм-чат не найду. Но действительно уникальное информационное поле. Более того, мы будем автоматизировать именно оболочку телеграм. Появятся и боты, которые будут помогать вам продавать. Но пока что такие боты – это наши вводные технико-экономические вебинары и расширенные технико-экономические вебинары, в которых мы максимально стараемся вам донести информацию о потребности, хотя бы заинтересованности в проекте Skyway. И, дорогие друзья, уже в завершении вебинара я хотел бы сказать очень важную вещь. Очень важную вещь, которую можно сформировать из концепции Sky Fitness. Sky Fitness сделает и делает сейчас в наших мыслях, потому что мы знаем, как это будет происходить. Как минимум, наше тело подтянутым, как максимум здоровым. Транспорт Skyway сделает нас счастливыми, так как мы будем пользоваться действительно очень серьезными транспортными решениями, которые позволят нам перемещаться из Челябинска в Париж в тапочках либо босиком. Кто как пожелает. И действительно наша жизнь поменяется. То есть мы будем более счастливыми. Но самое главное направление Sky Fitness сделает нас здоровыми и продлит нам жизнь. Это то, над чем сейчас бьются медики. Это то, над чем бьются диетологи. На самом деле, очень простое решение, оно будет реализовано в Юнибайках. И каждый из живущих сегодня на планете Земля сможет пользоваться этим решением. И подытоживая, обязательно сформирую слайд, в этом можно сформировать миссию корпорации Skyway. Мы делаем людей здоровыми, счастливыми и продлеваем жизнь. Я думаю, что такая корпорация абсолютно достойна внимания и помощи от людей, которые будут получать достаточно серьезные прибыли. От совладения головной компанией, которая, соответственно, им отплатит по заслугам уже в виде дивидендов, в виде той прибыли, которая будет формироваться из пула адресных проектов, которая, в свою очередь, сейчас только начинает зарождаться. Дорогие друзья, все еще не только начинается, но нам предстоит еще очень-очень много. И поэтому я могу сказать, что до скорых встреч на расширенных технико-экономических вебинарах. Сергей Анатольевич сегодня в дороге. И опять же, это то, что происходит в нашей современной транспортной индустрии. Сергей Анатольевич возвращается со встречи с очередными крупными инвесторами, время которых, дорогие друзья, пришло, и ничто уже нас, я считаю, не сможет остановить. И что-то мне подсказывает, что мы имеем все возможности и все перспективы занять львиную долю, сформирующуюся на сегодняшний день рынка, рынка инновационного, прорывного, с высокой капитализацией и прибылью, рынка транспорта второго уровня. Поэтому строим SkyWay, спасаем планету, даем дорогу в мир Транснету и всех оповещаем о 29 ноября, потому что произойдет очередная веха, которая войдет в историю, я считаю, вообще всего человечества. «Строй SkyWay, спасай планету», «Будучий SkyWay, захран планету», «Консуи SkyWay, совпланет» и «Попиджа SkyWay, мэтш мага бойгут». То есть это по тем языкам, по которым я помню. И я также на всю жизнь запоминаю те моменты, когда вице-чемпионы мира по натуральному бодибилдингу переводит в качестве безвыходной ситуации презентацию, когда я вещал с английского, Адриан переводил на словацкий. Дорогие друзья, это дорогого стоит, и это возможно, наверное, пожалуй, в таких проектах, как SkyWay. До скорых встреч и... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас необычный выпуск. Вы видите здесь нашего ведущего футуролога Сергея Анатольевича, ну а всех остальных участников сегодняшнего заседания он представит сам. Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день, Михаил. Расскажите, вот почему вы, во-первых, так одеты, а во-вторых, представьте, пожалуйста, наших сегодняшних гостей. Ну, скажем так, то, что сейчас мы будем говорить и то, что мы будем презентовать, это действительно несколько необычно. Это зарождалось вместе с идеей самого Юнибайка, с идеей вот этого индивидуального легкого транспорта, но постепенно, по мере того, как эта идея уже стала обретать реальность, то есть когда был создан Юнибайк и была заложена уже система туда, все помнят привода на велогенератор, когда можно вырабатывать эту электроэнергию, электроэнергию складировать в аккумулятор и использовать для движения. И вы все помните утверждение генерального конструктора, который сделал очень такое мощное заявление, что эта электромашина может двигаться со скоростью до 60 км в час только за счет электропривода, который может давать сам человек, а сама машина разгоняется до скорости 150 км в час. Естественно, что это настолько нас вдохновило, так как мы всегда пытаемся и описывать, и показывать будущее. И Алексей Суходов, я уверен, что здесь его все знают. Адриан, мы расскажем сегодня, какую роль он сейчас начинает играть и дальше будет играть в нашей логике, которую мы назвали сейчас. Если не ошибаюсь, это Адриан Кармоц, вице-чемпион мира по бодибилдингу. Да, по натуральному бодибилдингу. В Skyway все натуральное, экологически чистое, естественное, никакой химии. Да, да, да. Нина – это фитнес-консультант, консультант по бизнес-тренингу, это тоже наш партнер сейчас в Европе, где мы активно работаем. Но я думаю, более подробно расскажет Алексей, когда мы будем презентовать. А сейчас вопрос, что на буквально последней европейской конференции в Словакии мы познакомились с Адрианом, познакомились с Ниной. И у нас само собой в разговоре появилась вот эта логика SkyFitness, что унибайк наш должен быть не просто машиной, которая вырабатывает электроэнергию. А Адриан предложил вопрос, говорит, а почему у вас эта машина не может заниматься на другие части тела, почему нельзя вырабатывать энергию с помощью других тренажеров. И родилась вот эта концепция SkyFitness, и фактически сейчас наш унибайк становится полноценным уже спортзалом, который может абсолютно давать всю нагрузку, когда вы там находитесь. Но при этом очень интересно, что энергию, которую мы вырабатываем, она идет на движение. И мы сначала для себя определили такой, ну как бы слегом, что твоя энергия в твое движение. Но Анатолий Дарович нас немного поправил, и сегодня это называется наша энергия в движении. И таким образом мы сегодня делаем уже как консультантом генерального конструктора Адрианом, мы уже работаем с конструкторами, и сегодня идет полным ходом проектировка уже именно тренажеров для юнибайка. То есть для того, чтобы там вырабатывалась полноценная энергия, для того, чтобы он был полноценным спортивным залом. И вот как раз мы сейчас активно этим занимаемся, активный процесс этот идет. Так это уже не юнибайк, и не юнибэк, и не юнибокс, а юниджим? Ну, у него будет еще очень много названий, потому что я сразу передаю слово Алексею, я анонсирую несколько вопросов, ну таких, что в ближайшее время вы увидите еще очень много интересных трансформаций нашего юнибайка. И, конечно, Sky Fitness, это очень важное такое понятие, это очень важный шаг, но это только первый шаг. Еще будет очень много необычных трансформаций нашего юнибайка. Я думаю, что где-нибудь через годик по тренировавшему юнибайке вы снимете эту маечку и нам продемонстрируете фигуру не хуже, чем у Адриана. Ну, я во всяком случае тоже на это очень сильно надеюсь. Вы должны взять на себя и с честью это нести. Будем стараться. Ну, я тогда передаю слово Алексею. Алексей, это как у нас футуролог, вице-президент Ассоциации международной практикующей футурологии, и он как раз один из авторов того, что сегодня здесь происходит. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте, Михаил. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, первый раз на сеансе онлайн практикующей футурологии. Да, действительно, сейчас юнибайк у нас приобретает очертания все еще более-более отчетливые. И если у нас раньше был такой вопрос, что такое эко-технопарк, сейчас постепенно мы будем раскрывать особенность, что такое юнибайк. И я хотел бы немножко рассказать, каким образом родилась буквально на наших глазах с Адрианом, с Ниной концепция Sky Fitness. То есть это фьючер фитнес. То есть это фитнес будущего. Вот у всех нас, я думаю, есть такая проблема. У тех людей, кто активно занимается бизнесом, ездит по командировкам. У нас куплен абонемент в спортзал, но он покрыт слоем пыли. Почему? Потому что времени, к сожалению, посещать спортзал нет. И было бы замечательно, если бы мы могли одновременно и передвигаться, и посещать спортзал. Но как раз-таки одну из этих концепций мгновенного перемещения реализует юнибайк с ролью Sky Fitness. И все вы прекрасно видели отзыв Адриана. Это неподготовленный отзыв, то есть от чистого сердца. Там даже был шорох, который замечательно прокомментировали, как шум юнибайка. Но у юнибайка не будет на самом деле никакого шума. И Адриан спросил, а почему я не могу, допустим, не только крутить педали в юнибайке, но и работать над другие группы мышц. И он сказал великолепную вещь, что не только нижняя часть может быть задействована, но и каждая частичка нашего будущего рельефного тела. И после этого начался сеанс практикующей футурологии. И буквально на глазах родилось направление Sky Fitness, главным консультантом, по которому является сейчас Адриан Кармоса. Это вице-чемпион прошлого года по бодибилдингу, по натуральному бодибилдингу. Ну и, собственно, я думаю, что без сомнений, так как в ноябре будет чемпионат в бодибилдингу уже этого года, у Адриана нет выбора, как стать чемпионом мира уже. Ну, используя уже высокотехнологичный спортзал, как этот Юниджим, у него другого просто выхода нету. Я думаю, что конкурентов не будет, по крайней мере, по современности и продвинутости методик тренировки. Привет, Адриан. Привет, Михаил. Привет, Михаил. Это была шутка, окей. Первое, я бы хотел спросить, как ты становишься инвестором SkyWay, что ты находишься в технологии стрем-райл-производа, и что ты говоришь с Анатоли в его офисе 15 минут назад. Да, первое, как я обнаружил SkyWay, что Францисек Солар, из Словакии, он меня на SkyWay. Мне и мой мужик, у меня есть программа, который он был в учебном, в Голден Роб Академии. Одно из них, что я занимаюсь заниматься физической части тела, который мой мужик занимается в теле, в теле, и Францисек Солар. И Францисек Солар is мой гим. Она же фитнеса инструктор, если я не ошибаюсь? Она не, она не. Я, она, 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 она. Она расскажет вам потом, что она говорит. Окей. Окей, извините за это. Францисек Солар, который мой мужик занимался в гим. И это, что я хочу объяснить later, что это очень, 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 очень идея для меня. Окей. И, ну, ну, что ваши планы для будущего корпорации с Анатолий Юницкий и с SkyWay проектом? Да, я не только как он, как я создавал много программ, так что с Анатолий Юницкий мы говорили, что люди, которые пытаются работать в гим, должны заниматься много времени на дороге, что они, понимаешь, сделали несащит, ничего себе, просто немного, что здесь очень, 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 очень удобно. И я, наверное, знаю, что они могли сделать это только, в одной поверхности, в одной из республикс Кани, в одной из республикс Кани. И мне очень нравится, чтобы, чтобы я миллион, либо кто-то specialist для этого проекта. Спасибо. Было очень много. И, каше я-то, в чём тебе, я думаю, ее название Нина? Нина. Очень, милая, очень интересная, которая housingа вся в русском языке. Привет, Нина. Привет. First of all, we are glad that there are such beautiful girls among our investors, among our partners. What is your help that you are going to render to Adrian? Yes, I am founder of the Golden Rope Academy. The base of the Golden Rope is a rope. It is a symbol of the help. The main point of the Golden Rope is helping others with their psychological health. My part in other projects is psychological health. Because I am a coach, but for the brain, for the businessmen and also for some special trainings. So we are preparing with SkyWay some programs and some trainings as well. Have you already seen the rolling stock of SkyWay? So you are interested in utilizing a unibus or unibike, whatever. Have you already seen it or are you going to do it in the near future? Well, we did not see it unfortunately yet, but today is the special day for us. So we are looking forward to go there and do some exercises. So hopefully we will find some great ideas. I am sure that with such a help, with such strong and beautiful help, we are destined to be successful in our future. Is there anything that I have not asked you but you would like to talk about or to wish our spectators, our partners? Well, I just like to wish all the SkyWay team just the best of luck in the nearest future and hope as many customers or people will get involved in this project. Thank you very much for your participation. Thank you very much for such a wonderful report. I would like to say to all of you to subscribe to our channel on YouTube. Follow us on the official website of the international group of companies SkyWay.